Мастер-классы, встречи с писателями, квизы, викторины и конкурсы. Различные активности прошли в библиотеках округа в рамках марафона поэзия-навигатор. Первый блин прошел не комом. В принципе, этот марафон, судя по пятнице и по субботе, в Одинцовском округе очень активно. Библиотекари подключились к этому марафону очень активно. И самое главное, очень интересные мероприятия проходили в библиотеках. И вот сегодня парк Раздолье нас принимает. Сегодня закрываем. Тоже очень много видим уже гостей. Это очень-очень радует. В честь закрытия марафона провели яркий праздник в парке Раздолье. Для детей творческие мастер-классы, книжная эстафета, интерактивная программа и спектакли. У нас тут мастер-классы различные. И для малышей, и для постарше детей. И книжки малышки делаем, и плетеные закладки. И есть даже волшебные палочки, которые для малышей будут радовать. Екатерина привела своих детей в парк Раздолье на отдых. Когда узнала о поэтическом фестивале, не смогла остаться в стороне. Ведь можно совместить приятное с полезным. Посетили пьесу «Кошкин дом». Ребятки чудесные. Замечательно так отыграли. Моей дочке, семилетней, очень понравилось. И вот нам сказали, что есть мастер-классы. И мои дети уже с удовольствием сделали какую-то штучку на палочке. Сейчас плетут какие-то закладки. Все в восторге. Взрослые прослушали лекцию о жизни и творчестве поэта Ивана Новикова. Побывали на творческой встрече с поэтами и послушали стихи. Вечер наступает, мамка заругается, марш бегом на печку. Быстро согреваемся, славное местечко. Печка изразцовая светит угольками, а изба сосновая пахнет пирогами. Люди пишут стихи, им надо самовыразиться. И это, наверное, правильно. И поэтому мы обязательно будем принимать участие. Мы, кстати, первый раз здесь в парке. Шикарный парк. С пустыми руками не ушли. Мимо книжной ярмарки пройти невозможно. Праздник поэзии запомнится гостям. Уверенные организаторы. Эмилия Аркелян, Дмитрий Гаврилин. Телекомпания Одинцова.